здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодняшний мастер-класс я посвятила изготовлению вот такой оригинальной шкатулки под названием избушка думаю понятно почему она так называется к тому же у нее еще и ножки есть будет прекрасным подарком для красивой женщины или просто украшением вашего интерьера и так начинаем вместе думаю что вам будет интересно хотя работа достаточно кропотливая успехов в работе и так материалы необходимые нам для работы в первую очередь это клей у меня вот такой клей атлет видите это полимерный клей и применяется он для ремонтных работ я переливаю его во флакончик поменьше здесь у меня два флакона вы видите вот такое нехитрое приспособление очень облегчает жизнь то есть пронзаете насквозь пластиковый флакончик из-под клея наливаете туда наш рабочий клей и протягиваете нитку и потом ее вот таким образом она уже смочена клеем остается только втереть его в ниточку что гораздо легче чем просто наносить из флакона а потом втирать так значит удобные щипцы или ножницы щипчики для укладки джута шпажки деревянные шпажки для шашлыка они нам понадобятся тоже бежевый джут и вот такой окрашенный луковой шелухой вы наверное все знаете как красить яйца на пасху луковой шелухой вот в остатках этого раствора я замочила джут он получил такой приятный коричневый оттенок и последнее время я использую такие щипцы чтобы не пальцами а ими как раз прижимать джут ниточки друг другу и выравнивать очень удобно бывает теперь рисунок это стенки нашей шкатулки будут значит низ 12 сантиметров боковые стороны вот без вот этого верхнего рисунка по семь с половиной а с рисуночком девять с половиной нам нужны будут две стенки по семь с половиной только нижний рисунок и две стеночки с вот этим верхним вот так покажу потом я выложу на своей страничке вконтакте рисунок этой шкатулки это у нас будет элемент от крышки низ низ нам четыре штуки таких нужно будет нижняя сторона длиной 11 сантиметров боковые стороны 10 сантиметров и донышко 9 на 9 сантиметров но это будет просто площадка потом вы видите из жута и так мы начинаем и так мы начинаем Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обязательно втираем клей в рисунок Некоторые участки рисунка, вот здесь, где плотненько, я буду укладывать в технике мозаики или аппликации Но вот таким образом я делаю полоски Ниточка смазана уже клеем, поэтому нитки клеятся друг к дружке очень хорошо И пока нитка влажная, ее можно легко деформировать, как бы придать ей форму И мы немножко вот так выгибаем Закругляем эту ленту Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Видите, вот таким образом раз и уже закрыли целый участок рисунка И с этой стороны Можно использовать оставшуюся часть ленточки Экзер Продолжение следует... То есть рисунок мы складываем из таких пазлов, вырезаем их так, как вам нужно. Стираем клей. Продолжение следует... Продолжение следует... Если вам не очень приглянется эта техника, можете выкладывать рисунок по ниточке. Продолжение следует... И с этой стороны точно так же. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok С другой стороны также Сейчас некоторым элементам я буду придавать объем С помощью опять же ленточек из джута в три нитки Делаем вот так ленту Можно делать на файле Я уже привыкла делать вот так на весу Сразу склеивать несколько ниточек вместе Продолжение следует... Не забывайте втирать клей в ниточку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поправляйте рисунок по мере высыхания клея Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь не хватит Сделаем еще одну Дима Тorzok Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь также будет у нас розетка из ленточек, такой трехлистник. И с другой стороны. И с другой стороны. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Итак, готова одна стеночка. Нам нужно две таких стенки. И сейчас я прямо на примере вот этой стенки покажу, как делать те, которые еще с дополнительным рисунком. Нам тоже их нужно будет две, соответственно. Дополнительный рисунок будет из ленточек. От верхней части прямоугольничка укладываем первую ленту. Вторую. Смотрите продолжение в следующей серии. с обратной стороны мы также укладываем вот эти усики и вот здесь в центре делаем такой же трехлистник как и внизу приступаем к изготовлению деталей крышки нам нужно вот таких четыре треугольника сперва мы делаем края ну стены треугольника скажем так делаем мы из ленточки в две нитки как их делать вы знаете Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Здесь укладываем просто ниточки. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Я собрала все четыре части ее, склеила боковые поверхности и немножко оттенила этим карамельным джутом. Также проложила ленточку в основании из трех ниток. Я думаю, это не составит труда, ничего сложного здесь нет. То есть делаете ленту, приклеиваете и все. Это для тяжести и для прочности. Также вот уже готовые четыре стенки. То есть две стенки с верхним декором таким объемным и две без него. Если вам не понравится, можете не делать вот этот верхний декор. Еще я украсила бусинками. И вот такую штучку сделаю. Вставлю, будет ручка для крышки. Вот таким образом. Вы можете использовать любые украшения, любые бусинки. Итак, пока убираем все это в сторону. Что нам нужно? Нам нужны четыре палочки вот такой длины 11 сантиметров. Я их тоже обмотала джутом. И четыре палочки длиной по 9 сантиметров. Они будут у нас держать каркас. Нужно склеить вот эти палочки по 9 сантиметров. И сделать из них прямоугольник. И то же самое сделать с теми палочками, которые по 11 сантиметров. Ну, это мы сделаем. Да, вы склеили. Допустим, вот мы уже ее склеили. И они у нас лежат, сохнут. За это время, пока подсыхают склеенные палочки, мы делаем донышко. Донышко у нас будет равно вот этим вот палочкам поменьше. То есть, вот этот прямоугольник по 9 сантиметров мы будем крепить донышко. Значит, нам нужно сделать 9 на 9. Отмерим по 9 сантиметров с каждой стороны. И укладываем бежевый джут. Вот таким образом, да. Можно чуть больше укладывать, потом мы это все обрежем. Вот, где-то около 10 сантиметров. И одну к одной. Хотите, сделайте какой-нибудь ажурный рисунок. Но я делаю плотно, потому что все-таки это шкатулка, чтобы не высыпалось из нее ничего, не вываливалось. Можно сделать даже двойное дно. Ну, в смысле, в два слоя. И таким образом укладываем ниточку к ниточке, чтобы сформировался прямоугольник 9 на 9 сантиметров. Вот такая площадочка у меня получилась. Она чуть больше, чем 9 сантиметров, но она сейчас у меня подсохнет. Потом я ее обрежу столько, сколько нужно. Пока убираем в сторону. И ножки нашей шкатулки, вот такие загогулинки, сейчас мы будем делать. Берем примерно 10-11 сантиметров. И такой пучок из 15 ниточек по 10-11 сантиметров я делаю. Так, 4. Берем. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Примерим чуть побольше Примерим чуть побольше И без них Вот для чего нам нужны щипцы Чтобы легче делать Вот такие довольно трудоемкие моменты Вот так Вот такая ножка у нас будет Можно здесь еще покрыть этим карамельным джутом Немножко оттенить Вот 4 таких ножки у нас будет Вот такое донышко получилось Сейчас мы закроем места соединения Шпажек и дна Вот так С обеих сторон Таким образом И донышко готово Итак, сейчас мы будем крепить стенки к донышку Смазали клеем боковые поверхности Нижние И вот таким образом Можно еще вот С этой стороны бока Чтобы они тоже Были скреплены уже Иначе трудно будет удержать Да, забыла сказать Что стенки мы немножко выгибаем То есть придаем им такую Пузатенькую форму Шкатулочка у нас будет слегка такая С выпуклыми боками И вот таким образом Придерживаем пока клей Не подсохнет Пришел черед верхнего прямоугольника Лишний клей потом убираем С помощью паяльника Так, сбоку тоже Промажем Дадим клею немножко подсохнуть И поправляем всю конструкцию Выравниваем Советую закрепить прищепками Вместо склеивания И будет все прочно Из ленточки в три нитки Я вот таким образом Закрываю Обмотанную палочку Это будет более эстетично С двух сторон Видите Сверху так наискосок обрезаем Соответственно С этой стороны Не нужно будет ничего закрывать Там декор И с этих сторон так же Вот что у нас получается Но я хочу отогнуть Немножко вот этот декор Чтобы это сделать Не нарушить рисунок Можно немножко согреть феном Нашу шкатулочку И тогда будет это легко сделать Сверху так наискосок обрезаем Сверху так наискосок Прекрасно Смотрите Осталось нам только Поставить ее на ножки И будет у нас такая Избушка на курьих ножках Итак Сейчас мы будем Устанавливать ножки Смазываем клеем места Где они будут крепиться И вот таким образом Устанавливаем их Придерживаем пока клей не подсохнет Ну и чтобы ножки держались Хорошо, прочно Вот таким образом Я их закреплю То есть Вот такую ленточку Из двух ниточек Я протаскиваю через отверстие И вот таким образом Как бы прошью Вот так И ножки Никуда не денутся Внутри их тоже Можно там приклеить Для крепости И так Вот наша шкатулка Практически готова То есть все уже собрано Ножки прикреплены Останется их только выровнять По На поверхности Чтобы ровно она стояла Вроде бы ровно В шкатулочке внутри Я проложила еще Полоску джута Чтобы крышка шкатулки Не ездила То есть вы ее закрываете И она стоит на месте Вот Посмотрите какая красота Уже можно сказать Вот такая избушка На курьих ножках И вот такая красота У нас получилась По-моему очень интересно Необычно Осталось только пропитать Еще клеем ПВА И покрыть лаком Надеюсь, что вам понравилась Эта работа И вы с удовольствием Ее вместе со мной сделаете Я рада, что вы были со мной Оставайтесь на нашем канале Всего вам доброго До свидания